Классический украинский борщ Классический украинский борщ Сейчас я постараюсь приготовить борщ приближенный к настоящему украинскому борщу Что нам потребуется для хорошего борща? В первую очередь весь вкус борща формирует бульон Самый лучший бульон для борща получается из говяжьей грудинки и из говяжьих костей, сахарных и трубчатых Но так как в последнее время в борьбе за здоровый образ жизни эти кости перестали использовать Хотя старики до сих пор их используют и у них получается борщ очень вкусный, можно сказать самый вкусный Потому что хороший бульон получается не от мяса, а от костей и от хрящей Но так как мы перестали брать кости, нужно взять хорошую говяжью грудинку Здесь есть немного кости, здесь есть хрящи, здесь немного жирка И в общем-то достаточно мяса, чтобы борщ был насыщенным и вкусным Дальше обязательно нужна капуста, картошка, свекла, лук, морковь, чеснок и пастернак Это белый корень, который в других регионах может быть не используют, кто-то вообще его ни разу не пробовал Но на юге белый корень используют практически все Без него борщ мало кто варит, у нас его очень любят и с ним борщ получается очень вкусный Если кто не пробовал, попробуйте, потому что он свой специфический вкус для бульона он дает Вот я борщ не признаю без белого корня Дальше нам потребуется томатная паста и растительное масло Что я могу сказать по томатной пасте, почему я ее беру? Потому что многие в борщ используют обычные свежие помидоры Но борщ должен быть кислый, а свежие помидоры кислоту не дают Борщ получается невкусный, с помидорами с обычными свежими Поэтому нужна хорошая кислая томатная паста Кто хочет, добавляет зелень, укроп с петрушкой Опять же в этот раз я постараюсь приготовить близкий борщ к украинскому Поэтому я взял еще небольшой кусочек сала Но так как старого сала у меня нету давно Последний раз я его видел, когда был курсантом То я возьму хорошее свежее сало, затру с чесноком И в конце добавлю борщ В общем сделаю борщ приближенный к украинскому Что нам нужно сделать в первую очередь? Вот я уже поставил греться воду в кастрюле Кладем туда мясо и варим до готовности Нам нужен хороший наваристый бульон Мясо варим на медленном огне до полной готовности Время от времени нужно снимать пену У меня здесь есть уже один рецепт борща без зажарки Там я все овощи кидал в бульон, не зажаривая их Он тоже получается вкусный, хороший Но в данный момент я буду делать настоящий классический рецепт с зажаркой Обжариваем лук, морковь и свеклу Я уже в сковородку налил масло растительное Оно уже греется Сейчас будем обжаривать лук Теперь мелко режем морковь Кто-то берет морковь, трет на крупной терке И свеклу тоже Но я этого делать не буду Мне так не нравится Потому что борщ все-таки такой наваристый получается И если там еще это все будет натертое То он превратится вообще в кашу Поэтому мне нравится морковь Белый корень и свеклу Резать маленькими кусочками Резать маленькими кусочками и так же отправляем это все к луку так же режем светло теперь жарим это все до такого состояния, чтобы овощи не хрустели время от времени надо перемешивать если видите, что подгорает, нужно сделать меньше огонь или добавить немного бульона теперь делаем затирку для борща это основное отличие украинского борща от классического делается она просто, но это основная изюминка настоящего украинского борща берем чеснок, мелко режем и бросаем в ступку если ступки нету, можете перемолоть это через мясорубку, через блендер как угодно можете просто подавить на доске но в ступке это просто удобнее это более классический вариант добавляем сюда немножко соли но эту соль нужно учитывать, когда будете солить весь борщ чтобы не пересолить просто помните, что эта часть тоже соленая это делается для того, чтобы было удобней растереть растереть и берем хорошо растираем чеснок с солью теперь добавляем сюда сало ну, сало нужно немного грамм 60-50 опять же в зависимости от объема самого борща мелко его режем мелко его режем и бросаем ступку в чеснок в идеале, конечно, нужно старое сало ну, во-первых, его трудно найти потому что он должен специально держать долгое время сало чтобы оно пожелтело никто этого сейчас не делает а во-вторых, не все его любят поэтому у меня здесь хорошее свежее соленое сало ну и что, теперь берем и растираем это сало вместе с чесноком ну вот, получается вот такая однородная масса теперь отставляем ее в сторону она нам понадобится в самом конце готовки ну что, лук, свекла, морковка практически готовы теперь нужно сюда добавить немного бульона и томатную пасту это делается для того, чтобы разбавить густую томатную пасту а если вы пользуетесь скисшим томатным соком то бульон можно не добавлять она и так будет жидкая ну вот добавляем вот на эту кастрюлю примерно 200 грамм пасты потому что борщ должен быть кислый он не должен быть сильно кислый но он должен быть с кислинкой ну это все можно пробовать можно добавить сначала немного попробовать если паста сильно кислая то на этом остановиться если паста не кислая то можно добавить еще или потом добавить уже в сам борщ теперь на медленном огне тушим всю эту массу еще минут пять и все, зажарка готова для сохранности оставшейся томатной пасты сюда нужно сверху добавить тонкий слой растительного масла тогда она не заплеснеет и поставить в холодильник ну вот зажарка готова я ее выключаю и пока отставляю ну что мясо готово вынимаем его остывать пока мясо остывает режем белый корень и отправляем бульон так Мясо немного остыло, режем его небольшими порционными кусочками Жир весь ненужный, вот эти пленочки отрезаем, они больше не нужны, они свое дело сделали для бульона У меня и так уже половину мяса выпросили И отправляем мясо назад в бульон Ну что, борщ на завершающей стадии, бросаем картошку и капусту И начинаем резать капусту Теперь уже можно бросить и лавровый лист Верхние листья снимаем, они не нужны Котерыжку тоже нужно вырезать Ну и теперь шампунга впустим Я капусту специально режу покороче Чтобы длинные вот такие плети потом не свисали с ложки и не брызгали на одежду Теперь нужно подготовить затирку Чтобы она хорошо разошлась, ее нужно разбавить бульоном Вот берем прям сюда в ступку, кто-то выкладывает в чашки это делает, но я делаю прям в ступке И хорошо размешиваем И оставляем ее на конец готовки Томатную пасту, томат или зажарку с томатной пастой Ни в коем случае нельзя кидать в бульон раньше картошки Иначе картошка перестанет вариться Вернее она будет вариться, но очень долго и будет твердая, будет хрустеть Поэтому нужно дождаться, пока картошка почти сварится Теперь пробуем картошку Если она почти сварилась Отправляем сюда капусту Следом за капустой бросаем зажарку Перемешиваем И варим несколько минут, пока капуста не перестанет хрустеть Но, если кто-то любит капусту, чтобы она хрустела Нужно варить буквально 2-3 минуты и выключать Хорошо перемешиваем И ждем, пока капуста и картошка доварятся Нужно будет время от времени просто пробовать Но упускать тоже нельзя, чтобы это все не разварилось И еще, смотрите по капусте Если капуста молодая, то она варится очень быстро А если капуста такая старая, зимняя, то она варится долго И уже под нее нужно режим подбирать другой Ну вот, борщ почти готов Сейчас уже сюда можно Выливать нашу затирку Изюминку украинского борща Теперь нужно еще раз попробовать все на соль, на перец Добавить если нужно И все, можно выключать Украинский борщ будет готов Еще желательно, чтобы он настоялся Обычно он самый вкусный на следующий день Ну вот и все Борщ готов Теперь можно выключить Теперь можно выключить Украинский борщ